Если фотографии с выходных появились в соцсетях только утром в понедельник, значит отдых точно удался. А если на них есть наш хэштег СМИРУПОТВИТУ, значит вы наш постоянный зритель и вы получаете плюс 100 карми. Всем привет! Это обзор соцсетей за неделю СМИРУПОТВИТУ и мы начинаем! Ну что, поздравляю вас, читинцы! Лето пришло в наш город, неожиданно, правда? Мужчины как-то быстро переоделись в шорты и даже открыли сезон загара. С выбором пляжа, кстати, не особо заморачивались. Постоянно, сколько лет езжу, этот дед всегда греет свои бока. Боюсь представить, что будут видеть окружающие, когда настанет очередь других частей тела. Или ему загар нужен только на спине. А пока одни хоть как-то успевают ловить солнечные лучи, другие, сидя в дужных офисах, разглядывают фото в соцсетях с берегов Забайкальских озер. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Были в лентах с выходных и вкусные фото с шашлыками. Кстати, у тех, кто не забыл поставить наш тег «С миру по твиту», мясо получилось 100% вкуснее. Но не обошлось и без приключений. Очередцы засняли на днях знаменитую нетрезвую русскую игру в репку. Местные, бравые, очень трезвые ребята. Случайно уронили кусок железа где-то в районе дворцов. Вперед едешь! Вперед едешь! Вперед едешь! Заднюю! Как показывает практика, на каждого креативного забайкальца найдется и самый внимательный. На днях в редакцию портала Забмеди обратились возмущенные читинцы. Реклама павильона, торгующего крепежом, их просто повергла в шок. Тем временем пользователи соцсетей разделились на пессимистов и оптимистов. Человек на баннере спортсмен или все-таки суицидник? Вот в чем вопрос. И чего тут возмущаться? Человек турничок дома повесил, подтягивается. Красава! А людям лишь бы пожаловаться куда. Сразу видно, у кого фантазия больная. Нужно поставить портрет того креативщика, что это придумала жертва ЕГЭ. И в заключении традиционная минутка славы для тех, кто ставит под фото наш хэштег «Смиру под виду» уже по привычке. Пока листала, успевала глотать слюнки. Столько шашлыков и свежей зелени порадовали фотографии из прогулок не только по лесу, но и по нашему замечательному городу. Да, согласна сейчас гулять – одно удовольствие. Ну и, конечно, не обошлось без милости и приятностей. Спасибо вам всем огромное! А чтобы наша передача приносила не только позитив, но и дарила добро, предлагаю на этой неделе делать как можно больше фотографий с благими делами. Навели чистоту в доме, купили у бабушки на остановке редиску, поставили новый рекорд в спортзале – тоже хорошее дело, отлично поработали на даче или просто порадовали близких вкусными блюдами. Выкладывайте фото, ставьте наш хэштег «Смиру по твиту» и заряжайте своим примером других. Удачи и до скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова